К чему должны быть готовы те, кто берет в дом кошек из приютов? И отличается ли их интеллект от высокопородных котов? Международный день кошек. О привычках и характере усатых-полосатых мы поговорили с гостем нашей рубрики. Олеся Селина Я думаю, что ответ достаточно прост. Только потому, что котики действительно милые. Насколько они милы? Или это просто мы о них так думаем? Что там происходит в голове этих загадочных существ? Дело в том, что никто не знает, что у них в голове происходит. Вот недавно начали использовать МРТ для сканирования головного мозга. Но это применимо пока что только для собак. Потому что собаку можно научить быть неподвижной и в сознании. А кошку пока еще нет. Но все к этому идет, да? Когда-нибудь мы сможем на них повлиять? Да, когда-нибудь мы сможем обязательно. Ну вот у вас, как у зоопсихолога, самые частые обращения с чем связаны? Почему к вам котиков приносят? Почему с котиками обращаются? Самое частое – это не чистоплотность. Вдруг не там начала ходить в туалет, писать, какать. Что-то произошло. И мы начинаем это расследовать. И как-то налаживать жизнь кошки. А второе по чистоте – это вдруг внезапно случающиеся приступы агрессии. Как бы ни с того ни с сего кошка начинает охотиться на кого-то из членов семьи. И у всего есть причина, да? Конечно, всегда есть причина. Да, работа с кошками – это прежде всего правильное, доскональное, скрупулезное расследование. Что происходит, почему, как мы можем исправить. Иногда мы просто меняем места, местами, стратегически важные места для кошки. То есть это туалеты, миски, игровые какие-то моменты включаем. И жизнь кошки налаживается. То есть вы выезжаете в дом, проводите там расследования, смотрите, как живет кошка. Да, работа с кошками в этом и заключается. А как кошки на вас реагируют? Дело в том, что с кошками я себя веду корректно и не нарушаю их пространство. Я вижу их знаки, которые меня могут остановить, сказать «все, мне достаточно, я отстаю». И поэтому, как правило, отношения с кошками у меня складываются хорошо. Вот насколько сложна психология кошки, если можно так выразиться? Или все очень типично у них? Есть видоспецифичное поведение для кошки. Если мы знаем об этом, если мы знаем потребности кошки и мы их удовлетворяем, как правило, тут ничего сложного нет. Вот породы, которые модные, породы кошек, которые были выведены путем сложной селекции, например, бывают моменты, когда владельцы отмечают, что очень странно ведут себя вот такие кошки. Связано ли это вот именно с селекцией или нет? И вообще отличаются ли кошки породистые от кошек обычных уличных? Это зависит от. Вот. Все по-разному. Например, есть кошки хондропластики с измененными суставами. То есть кошки, у которых, например, загнуты ушки. Очень мило, красиво, детская личика, да, похожая на сову, на ребенка. Но при этом изменены и все остальные суставы, в том числе и позвоночники. И они могут в себя вести несколько странно только потому, что им не нравится, их раздражает, когда их трогают в определенных местах. И мы это трактуем как странное поведение. Да, такое может быть. Чувствительные кошки без шерсти, если мы их гладим, они тоже могут показывать, что все хватит достаточно, не так, как обычные кошки. И да, может быть. Что касается кошек, которых берут сегодня, ну, мне кажется, в большом количестве. Это стало уже популярно очень из приютов. Кошек, которые жили на улице которое время. Вот к чему должны быть готовы хозяева, которые приручают такую кошку? Дело в том, что мы не знаем их судьбы, мы не знаем, как складывалось их детство, как они вообще относятся к людям. И первое время мы нужно быть готовым к тому, что у кошки будет стресс, это неминуемо. Это не проблема поведения, это проблема адаптации кошки. И для того, чтобы облегчить этот момент, да, есть много приемов. То есть нам надо будет выяснить, а где предпочитает кошка ходить в туалет, какой наполнитель, может быть, подбирать, какой горшок она использует, какую еду она ест. Ну, много разных факторов. То есть мы должны как бы подбирать каждый раз ключик к каждой кошке. Как кошки воспринимают нас? Мы для них кто? Мы для них существа, на территории которой кошка проживает, которые мы предоставляем им, ну как бы, да, кровь, мы о них заботимся, мы их кормим. Но при этом большинство кошек способны выжить самостоятельно, в отличие от собак. То есть они позволяют нас любить, их? Дело в том, что это нам, мы так интерпретируем их поведение, что они нам позволяют. Но это естественное поведение кошки. У кошки очень, они очень серьезно относятся к своей индивидуальной дистанции, индивидуальному пространству. И нам кажется, что они позволяют быть рядом с ними. На самом деле это кошки. Ничего более, да. То есть достаточно того, чтобы между кошкой и владельцем были такие доверительные, теплые и любовные отношения. Да, эмоциональные связи для кошек очень важны. Конечно. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время и зашли сегодня к нам и с праздником вас. А я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» была Олеся Силина, зоопсихолог. У меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся на СТС. До свидания. Продолжение следует...